Все мы понимаем, наверное, что, в принципе, процесс попадания на стадию выгорания – это такая мертвая фитля. Вначале эффективность у нас понижается, потом мы все переходим в стадию постоянного хронического стресса, и потом происходит выгорание. Все это абсолютно три понятных шага, я думаю, ни для кого не секрет. Естественно, очень много всего случается на этих этапах, везде есть вот эти вот пять этапов, которые мы с вами обсуждали, которые ведут на пути к профессиональному выгоранию. Просто помните, что вы просто так не могли выгореть, сидел-сидел и выгорел. Это все был длительный процесс, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, но какие-то абсолютно объективные вещи, которые вас раздражают, которые вас расстраивают, которые вас угнетают или подавляют. Чем раньше вы сами себе трезво признаетесь, мне не комфортно работать с этим коллективом, мне не комфортно работать над вот этими задачами. Мне обидно, что компания на протяжении 10 лет моих компаний не признала мои заслуги, грубо говоря, и не оплатила мой труд достойно. Чем раньше вы честно себе признаетесь и найдете, грубо говоря, вот то, что вас действительно обижает, чем быстрее вы сможете это устранить. Каким образом? Зависит от вас. Путей всегда решения вопроса очень много. Но если вы специалист, я уверена, что в любом случае, что бы вы ни решили, это будет лучше для вас. Потому что избавиться от стрессогенного какого-то фактора – это уже большой успех.